В этом воскресенье, 30 августа, состоится традиционная утиная ралли, в рамках которого собирают деньги для лечения онкобольных детей. В этом году дата проведения мероприятия была перенесена из-за коронавируса. Обычно забег уточек можно было смотреть в кадриорге в июне. Поменялся и формат. Наблюдать за ралли можно посредством специальной передачи на канале ТВ. В 19.30 она начнется. Поговорим подробнее о благотворительной акции с мамой одного из вылечившихся детей. У нас в студии Елена Пярни. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите свою историю. Моему ребенку было два года на тот момент, когда в нас обнаружили рак почки. То есть мы даже не могли подозревать. Лечение началось практически сразу. Длилось, грубо говоря, 10 месяцев. И потом у нас ушел еще год на восстановление. Мы понимаем, что все это пришлось на 2014 год. Как раз тот год, когда первый раз проводилась утиная ралли. Да, но на тот момент мы еще не очень об этом знали, так как это был первый раз. И у моего ребенка поставлен был диагноз в сентябре, а это проходило все раньше. Поэтому о том ралли мы еще не знали. Когда врачи поставили такой диагноз, какие шансы они давали на полное излечение? Вы знаете, врачи никогда не говорят о шансах каких-то полных, неполных. То есть они говорят так, как есть, так, как может быть. Сначала ты испытываешь шок большой, потом ты начинаешь все обдумывать, искать информацию, сам спрашивать. Поначалу не умеешь ничего спрашивать. Но, в принципе, скажем, у нас один из лучших вариантов, если можно так сказать. Инициатором акции утиная ралли является союз родителей тех детей, что болеют раком. Расскажите, как вам помогла эта организация, на какую сумму вы могли рассчитывать, что получили за это? Мы, слава богу, не нуждались в сумме какой-то определенной, потому что все лечение оплачивалось государством в нашей ситуации. Но для меня они были очень-очень большой моральной поддержкой. То есть поначалу ты закрываешься, не знаешь, куда идти, у кого что-то спрашивать. То есть потом ты начинаешь общаться с родителями, которые находятся в больнице вместо с тобой, и ты понимаешь, что ты не один. То есть помочь, подсказать и понять тебя может только тот человек, который сам через это все прошел. То есть получается, что даже не материальный аспект тут играет такую большую роль, а вот именно психологическая поддержка. Да, очень важная роль. Вы сказали, что у вас год ушел на восстановление. Расскажите, вот помимо непосредственного лечения, какие еще нужды есть у родителей, вообще у тех семей, где есть онкобальные дети? Скажем, физиотерапия, может быть, психологи, какие-то еще специалисты? Да, психологическая помощь обязательно. То есть как бы вот это вот и есть, куда идут части этих денег, так как если ты будешь записываться, то очередь очень длинная. А у родителей таких детей времени ждать приема врача нету просто. То есть празднование различных праздников, находясь в больнице, в палате, то есть тот же самый день рождения ребенка, там, я не знаю, 8 марта, Новый год, Рождество. То есть вот на все вот это. Давайте расскажем о самом мероприятии, как принять участие в Утином ралле, как купить уточку и на что идут потом эти деньги. Например, в прошлом году было продано более 15 тысяч уточек и собрали чуть больше 200 тысяч евро. Сейчас 13 с лишним тысяч по состоянию на это утро продано, однако сумма собрана уже больше, уже 221 тысяча евро собрано. Уточек можно купить, то есть не физически саму утку, а дается номер. Можно зайти и купить на parderallee.ee, то есть ты делаешь пожертвование, тебе дают номер уточки. Причем любое пожертвование, насколько мы понимаем, вот сколько не жалко. В принципе, да. То есть сейчас, конечно, там стоит, что 10 евро, но любой человек может эту сумму... Но это минимальная сумма, если я захочу купить за 20, не возбраняйте. Можно и за 5 тысяч по цене, у кого какие возможности. Как хотите, да. Я знаю, что, допустим, 2 года назад я сама участвовала тоже в parderallee как работника, и последние утки, там достаточно их было большое количество, были распроданы буквально там за час до начала, и люди возмущались, почему нету больше уток, почему невозможно... Как эти деньги дальше собраны и распределяются? Не могу точно ответить по суммам, как, что куда идет, но я могу ответить, что около 80 тысяч за последние 7 месяцев с прошлого года, то, что они собрали, ушло только на лекарства, которые не входят в хайки-кассу на лечение детей. Когда объявляется какая-то благотворительная акция, давайте поможем детской больнице, в том числе утиной ралли, всегда можно услышать такое мнение, что я плачу налоги, государство должно обеспечивать людей всем необходимым, и вот эти благотворительные акции, зачем они делаются? Давайте ответим этим людям, зачем действительно нужно участвовать в утином ралли. Во-первых, может быть, я начну с того, что мы никто не застрахован от того, что мы можем быть сами в этой ситуации. Во-вторых, лечение рака сейчас уже настолько продвинулось и продвигается дальше, но хайки-касса не может оплачивать все. И если у ребенка есть шанс все-таки, пусть не у нас, а где-то за границей, вылечиться, а шанс должен быть у каждого ребенка все-таки. А вылечиться можно, что и доказывает история ребенка Елены Пиарни, побывавшей на студии. Спасибо. Спасибо. В это воскресенье 30 августа у Тины Ралли на канале ТВ в 19.30 будет прямая трансляция. Ну и можно также поучаствовать в акции, купив номер и попытав счастье. А вдруг еще и ваша уточка выиграет что-нибудь.